Я снова здесь, в моём сердце, как и призюжный город Чтобы сделать максимально круто, мне не нужен повод Ты уловил этот мотив, тем самым насыпал в пушку порох Я дал изру, и будет взрыв, затушит фитер Вам уже поздно Бомба, это, это бомба, я Бомба, это, это бомба, я В деле гайк, значит будет как обычный Лёгкий добровольный смозг, если ты готов, пускай муфлоу Просторы твои галлы наполнят открыто хоми По-любому, вы не жали, что я буду в новой школе Чтобы сделать полный номер, ничего не нужно, только голоса Зал готов раскачивать гайк, волем напали на Макс Эти вибрации снова напали на вас Всё так серьёзно, воспринимать эту жизнь людей не учили в прикол Наверное, пока он стал искусным, поэтому нам подарили поп Я верю, когда-нибудь мои разрушат мотивы сон Ляди со мной, чтобы идти до конца, а не тупо светить лицом Эй, пробитый шин и троит мотор на биттопе планета Её починить мне поможет битбокс ворсе, но для полно инструмента Эй, бомба, это, это бомба, я Бомба, это, это бомба, я Друзья, у нас сегодня в гостях Гарек Насаян, битбоксер, МС, солист группы АзерКир Привет, 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 с журналистом, с прошедшим новым годом Спасибо тебе, Ирина. Красота. Супер, ну, очень ритмично. Очень интересно. Начинается наше утро. И утро жителей Кубани. Я представляю сейчас ритм. Мама моя там странно. Перед экраном. Ну, конечно, по-любому хип-хоп же сейчас набирает обороты. Прям это самое такое. Это тренд. Гайк, ну, в том году, в том, в 2018 году прошел, ты вместе с коллективом принял участие в одном из самых популярных вокальных шоу на современном российском телевидении. Скажи, пожалуйста, вот какие впечатления? Может, что-то изменилось? Как вырос после проекта? Какие мысли? Вот это, кстати, на самом деле прям актуальный вопрос, потому что до проекта у меня не было понимания в музыке. Ну, нет, было понимание в музыке в целом. Но были... Да, то есть я как бы не знал, как дальше развиваться. То есть не было картины целостной. Вот. На проекте мы уже с группой поняли, что можно делать. То есть я больше хочу авторским заниматься сейчас. Тем более вот недавно, собственно, трек, который вы услышали, он был написан пару месяцев назад. Пару месяцев назад. Вот. Я вот полгода занимаюсь хип-хопчиком, рэпчиком. То есть скоро уже ждать альбом? Ну, скоро как? Планирую в этом году уже год. Уже. Годика, ну, хватит. Слушай, ну, получается, хип-хоп для тебя это направление новое. Но изначально ты развивался как битбоксер. А это такая, знаешь... Не-не-не, знаешь, Макс, какая тема? Смотри, хип-хоп-то в целом в себя охватывает много разных элементов. В России не разбираешься. И битбокс, и там брейк-данс, там, и все, все-все-все, что входит в хип-хоп, это есть диджейинг даже хип-хоп. Просто в хип-хопе я открыл для себя новый, знаешь, так, отдел музыки. С другой стороны посмотрел, да, на сути? Именно рэпчик. Он не зависит от инструментов. Он сам себе делает аккомпанемент, пожалуйста. То, что мы сейчас слышим. В целом, по факту, да, ты прописываешь себе в течение 30 секунд битло и можешь зачитывать. Можно делать фристайлы. Мы с друзьями часто делаем фристайлы, то есть ситуации, как это происходит. И вы делаете. Ну, мы можем тоже записать какую-то линию свою, там, какие-то звуки. Парни, давайте попробуем. Давайте попробуем. Смотрите, вы сейчас будете делать бит или говорить что-то, и мы пропишем. То есть даже такие люди, как Максим, могут заниматься хип-хопом, там, да? Мне вообще кажется, знаешь, что такие люди, как Максим, стреляют. Вот просто в реале. Они только начинают заниматься хип-хопом. Вот это новая школа. Я, Макс, йо-йо-йо-йо. Наконец-то пригодятся твои звуки, которые ты издаешь периодически. Ну что, Макс, смотри, здесь у нас есть разные фильтры. Типа баса, вот когда ты говоришь, ему прям низкий получается. Здесь ревербрейшн, то есть эхома дает все. Ну вот это мне больше всего нравится, динамикс. Ну давай, запиши, например, шла Саша по шоссе и сосала сушку. Я скажу 3-4 и нажимаем на эту кнопку, она потом записывает. Давай, 3-4. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. А теперь сверху можно накидывать что-нибудь. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Ну вот, видишь, чуть-чуть криво пошло, тебе надо было... Вот, бро. Это человек, это человек, это человек без чувства ритма. Пусть вот этот банковский работник, как выглядит, как банковский работник, зачитает что-нибудь. Давай, можно разные темы записать. Например, я даю бочку. А ты добавь С, вот скажи С. Один раз. В ритм попади просто, я скажу, когда стоп. Ну вот, тяжело. А меня уже качает, ты не понимаешь этого просто. Давай, я сейчас базу запишу. Мне вот этот звук понравился. А ты можешь вот так вот сделать? Ха-ха-ха. Да, ну не продолжай, ну. Продолжай, продолжай. Есть. А эта песня же про хорошее утро, правильно? Мы, кажется, записываем гин. Слушай, ну вот, что-то в этом плане можно сделать, парни. Слушай, ну вот, какой самый необычный звук ты можешь издать своим речевым аппаратом? Бро, ну сегодня, сейчас утро, сегодня утро, представляешь, как каждое утро, сегодня утро. Сейчас утро, чуть сложно на связках это делать, но я тебе покажу. Смотри, это звук марсианина. Это как дельфины разговаривают. Это как дельфины. Да, это знаешь как, когда я его учился, я думал, что я проглочу язык, короче. Ты его на верхнее небо сгибаешь половину языка. Ну, слушай, на самом деле, я думал, что ты как армянин, может быть, исполнишь дудук. Ну ладно, это мое же. Ну, к сожалению, еще не научился. Слушай, ну, и потом, ты записываешь несколько линий вот этих, и потом на это накладываешь текст. Да, парни, видите, я чуть-чуть, я не знаю, как у нас получилось, прям круто или нет, но я думаю, зрители оценят это, потому что с нами Максим, понимаешь, и банковский работник, который человек читать будет рэп. Слушай, у меня предложение, давайте сделаем более такую крутую штуку сейчас вот прям лайфом еще раз, без луп-станции. Мы же, ну, есть же бип-станции. А, вот здесь прям теле надевали. По факту луп-станция же нужна кому? Мне, правильно? Да, конечно. Чтобы я записал бит и потом зачитал. Давай, быстро. Для вас есть я, вот как луп-станция. Смотри, я сейчас делаю хип-хоп. Вы же любите рэп? Да, конечно. Естественно, как его можно любить? Смотрите, я сейчас делаю хип-хоп, а вы зачитываете «В лесу родилась елочка». Ну, буквально, ну, недавно был Новый год, верно? Да. Вот, предлагаю всем это делать. Смотрите, давайте я вам чуть-чуть, так, никто нас не слышит, все бы закрыли уши. Ставим ударение на последние буквы. «В лесу родилась елочка». Вот это будет прям кач, да, елочка. Елочка. Поехали. Ну что, погнали. Паша, вступай, давай. «В лесу родилась елочка, в лесу она росла». Камон. Не поддерживаешь меня вообще? «Зимой и летом стройная зеленая была». Ага. Йоу. Друзья, я думаю, что вы нам подпеваете по ту сторону экрана. Йоу-йоу-йоу. Ава-ава. Слушайте, друзья, это «My against the world». Спасибо тебе большое за то, что ты такое искусство продвигаешь массы. Я думаю, что это круто, классно. И молодые люди, друзья, все давайте присоединяйтесь к хип-хоп-культуре. Ведь такие прекрасные люди, как Гаек, двигают ой вперед. Спасибо.